Ребята, вот это теперь мой мод. Привет, ребята, вы на канале Мишанин. Сегодня у нас будет обзор Z-Achilles. Итак, ребята, у нас есть один мод, который Лёша нам покажет, что можно сделать с Z-Achilles. Лёша нам покажет Beyblade от компании S3 или от SB. У нас тут железка какого бы. Ну, Z-Achilles его. Его родная, да? В общем, смотрите, выглядит обычно, да? Но тут есть один прикол, Лёша, показывай. Тут в этом наконечнике три режима. Да, но как ты его сделал? Ну, расскажи, что ты убрал с этого драйвера? Вот так вот он разбирается. Вот за эти заклепки тут надо снять его. Да. А потом... Ты какую-то часть вырезал оттуда, да? Да. Надо было вырезать вот эту вот... Тут была пимпочка такая, и надо было ее вырезать. Вот эту вот пимпочку надо было вырезать, и вот выходит вот так. Ага. И потом там будет такая часть, и она начинает высовываться. И потом надо было вот эти еще вот боковые срезать, чтобы он уже мог переключаться на третий режим. Понял. Что получилось с этим модом? Какие у тебя режимы получились? Тут вот так выносливость. Да. Потом... Защита. Защита. части. Части. И мы сейчас это все проверим, и посмотрим, как оно все вблизи выглядит. И мы сверим наш мод против Лешиного. Да. Ну что, поехали. Да. Доставай, пожалуйста, с коробки. Да. Чего-то не надо. Ты меня было чаще, чуть-чуть поменял. Так, вот так у нас красота. Красота. Смотрите, все от Акаратоми, подписанной по Эйблэйд. Смотрите, какая ручка. Ручка фирменная. Только она отличается. Да. Вот этими он тут для пальцев специально. Для пальцев. Также мы можем вот эту деталь вставить на ручку. Где запускалка от компании СБ? Сверяем. Тянем. Да. Так, длиннее. Смотрим, на сколько? На сантиметров 10, да? Да не, меньше. 5, 5, 7. Есть? 6. 6, 5. Да. Да, где-то так. Вот так выглядит наша запускалка. Она намного длиннее, и, наверное, запуск будет намного лучше. Ручка у нас вот такая крутая, модная. Ручку АТСБ или АТТ? АТТ. АТТ. ТТ. Вот отличие. Видите? Какое отличие? Вот это довольно удобно сделано для пальцев, для рук. И... А тут как бы ничего. Следующая деталь у нас вот такая держалка для ручки. И вот такие детали. Сюда засовываю, да? Да. И вот так. Защёлкиваешь. Молодец. Вот. Теперь вставляешь вот эту. А не, наоборот, надо сначала лаунчер вставить. Лаунчер, так. Это, чтобы не выпадало. Ну да, она ещё предохранительная. Покупайте фирмные Beyblade в интернет-магазине Beyblade.shop. Наш друг и партнёр. Удобно? Нет. Удобно? Неудобно. Очень удобно, да? Это потому что большая рука. А можно ещё вот так, смотри? Не наоборот, вот с этой улыбкой. Так, следующее. Что у нас есть? Это для драйвера. Это, чтобы вытаскивать наконечник. Ну, давайте, вытаскиваем наконечник. Давай, Лёшка, что у нас там получается? Вот так у нас выглядит наконечник. Мы его сняли. Теперь мы прикрепляем. Лёша вставляет золотое кольцо. О! Теперь какие у нас режимы, Лёша? То же самое. То же самое, да? Ну вот. Вот так вот, наверное, выносливость. Это защита. И вот получается. И только вы замечаете, что тут теперь на этой волке. Да, она будет теперь крутиться на этой. Мы сейчас этот Bey, это картоми проверим на белой арене. Да, ребята? Да. 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 Давайте весим, сколько он весит без драйвера, вот с этим золотым кольцом. Бэй у нас весит 44-43 грамма с золотым кольцом. Давайте, ребята, протестируем его на белой арене, как он будет себя вести с Fafnir F4. Подойдет? О, да. Это будет интересно. Ну что, начинаем. Три, два, один. Режим выносливости. Режим выносливости, ребята. У двоих. Понятное дело, он правосторонний. О, копья выигрывает. Так, у нас теперь второй режим. Какой? Защита. Защита. Два зета-ахиллеса. Три, два, один. Миша, ты запускай сильнее. Кажется, мне это не защита, баланс какой-то. О, копья снова выигрывает. 2-0. Меняем следующий режим. Атака. О, это сейчас самое жесткое будет. Два зета-ахиллеса. Такая рутомик против ФСБ. Режим. Атака. Атака. Два переделанных бея. Модифицированных. Три, два, один. Пусс. Оригинал крутится на арене. Оригинал крутится на арене, да, ребята. Копья вылетела. Один раунд пролетала. Да. На арене. Зета-ахиллес Токаратоми против Афтнера Ф4 Токаратоми. Счет 0-0. Три, два, один. Пусс. 1-0 ведет Зета-ахиллес. 1-0. Миша не ведет. Три, два, один. Пусс. Есть. Один-один. Фахтнер сравнявший. Один-один. Три, два, один. Я не знаю, я не знаю. Кто? Фахтнер? Да. Потому что вы его раскручивали. Из-за этих филет уже падает. Я уже не вижу. Ничья. Три, два, один. Пусс. Ничего. Запускал лучше. 2-1 ведет папа. Я вот так, я вообще Леня, я вот так потянул. Три, два, один. Пусс. Один-два-дин. Я думал, это случилось. Да. Домой. Домой. Зета-ахиллес улучшенный ведет. Молодец. Три, два, один. Ребята, покупаем фирменные игрушки в бейблэйд в интернет-магазине бейблэйд.шоп. Это наш друг и партнер. Все. Нет. Ничья. 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 Ребята, жесткая ничья. Три, два, один. Пусс. Спеши заранее говорить. Ничья. Ребята, будьте выигрывать. Три, два, один. Пусс. Они просто двое очень сильные и все остальные получаются. Есть! Фафнер прокрутился, все же выигрывает. Давай руками. Молодец. Мы и так знаем, что фафнеры раскрутятся ради интереса. Силу отдает и раскручивается. Ребята, только что у нас произошла распаковка лаунчера Takara Tomy номер B123. Вы видели как она работает, очень крутая и удобная. Миша чуть-чуть было неудобно держать ее в руках. Он в принципе не привык держать вот этот дополнительный элемент. Ребята, если кто-то знает для чего он придуман, явно это не тормоз как для велосипеда, да? Не похожий совсем. Для чего он придуман, пишите в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Мишаня. До новых встреч. Скоро будет много-много и больше-больше крутых распаковок от интернет-магазина bblade.shop. Наш друг и партнер. Пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok